Это одна из самых древних игр, родом из Китая. В Корее ее называют «Падук», в Китае «Вийцы», а в Японии и «Го». В России же прижилось сокращенное название – просто «Го». В этом выпуске программы на спорте «Игра Го» или, как ее многие называют, «Китайские шахматы в муниципальной спортшколе Чемпион». «Игра Го» – вид спорта и настольная логическая игра, основанная на принципах стратегии. Если перевести одно из названий данной игры дословно с китайского языка, то оно означает «окружающие шашки». По легенде, один из императоров Яо хотел научиться у сына концентрации и дисциплине, и была придумана эта игра, чтобы впоследствии он мог руководить страной, обучаясь игре «Го». Цель игры – захват территории. Камень ставится на пересечение линий, и впоследствии, в начале игры, мы расставляем камни по доске, отмечаем ее как стратегически, где у нас расположены будут. Ближе к игре у нас обозначается наша территория, и в конце игры полностью огораживается, вот, как я уже говорил, камней противника, от края доски до края. Как происходит сражение? Чтобы снять камень или группу камней, нужно перекрыть все его дыхания. Что такое дыхание? Дыхание – это линии, идущие от камня до перекрестия. После того, как дыхания перекрыты, камень снимается от доски и кладется в чашу. В конце игры, когда оба игрока понимают, что больше ходов, приносящих им прибыль, нет, каждый игрок говорит пас. После этого снимаются все пленные камни с доски и выкладываются на территорию противника, тем самым отбирая у них очки. После этого идет подсчет территории, и у кого очков больше, тот и победил. Для многих «Го» – настольная интеллектуальная игра. Однако, это вид спорта. Спортивные условия для игроков «Го» такие же, как и у шахматистов. Они проходят физическую подготовку, получают разряды и участвуют в соревнованиях. В игре «Го», как и в других спортивных играх, мы постоянно совершенствуем, не только становясь сильнее перед своими противниками, но с каждым разом становимся сильнее. Все то, что и требует спорт. Каждым днем, отрабатывая свое мастерство, мы становимся лучше себя прошлого. Сейчас игра «Го» очень популярна во Владивостоке. Вот почему эту игру выбрали воспитанники муниципальной спортшколы «Чемпион». Это интеллектуальная, полезная игра. Она наподобие шашек. Говорят, что это китайские шашки. Она развивает оба полушария мозга. В нее очень интересно играть. Что для тебя игроков? Убивать камни и занимает первые места. А с вами были Диана Иванова и Денис Фадеев. Будьте на спорте! Диана Иванова и Денис Фадеев. Диана Иванова и Денис Фадеев. Диана Иванова и Денис Фадеев.